Так, друзья, брифинг завершен, сейчас поедем куда-то за кем-то, нам бы за Юрой на Вранглере, блин, вот это, видишь, что я почему-то говорил, надо было там становиться. Пролезем или не пролезем? Давай попробуем. У меня проходит, можно ровно, ровно можно. Так, выезд, блин. Не проедешь там? Вот так. Ёхан-бабай. Нормально, влево. Влево, влево, влево. А вон там выезд можно. Туда выезд. Туда какие-то следы есть? Это далековато. Ну, хотя можно тоже. Там просто будет сложновато. Канава. Так, следы. По каким-то следам от Сильверо поедем. Надо влево было. Влево и влево туда уйдем, может. На ту дорогу, что заезжали. За Subaru ты видишь, куда доехал? О, нам и нужен, кстати. Мы же за ним поедем. Да, он такой резвый, блин. Мы за ним хрен успеем. Так, потеет чуть-чуть. Что, давай влево. На дорогу. Погода класс. Вот тут канава, то, что я тебе говорил. Тоже стартанули, что ли? Да, стартанули. Блин, как он пошел красиво. А у нас точек нету. Надо было взять. С координатами. Может вернемся. Давай за кем-то сейчас. Давай за ним. Он нас ждет, видишь? Походу, да. Ох и дубасит. Да, да. Да, он индустит. А что, разве был старт? Не был очень сильно, но не был старт. Да, мы могли не слышать. Но если поехали, то был, наверное. Пока что-то по вон поехал. Ну что, по Джерик он поехал. Вернулся. Может он просто катается? Да нет. Ну что, да. Ну давай назад вернемся. Пока все запутано. Сзади там никого нет. Не, поехали он, видишь? Возвращаемся. Глядь, он опять сюда летит. Ёханый бабай. Смотри, смотри, смотри. Это серьезная машина. Осторожно. Бородач на унемоге. О, давай за бородачом. Он от нас не убежит, да. На унемоге он от нас не убежит. У него координаты есть. Ёханый бабай. Нормально ход подвески. Бородач может оторваться, мне кажется. Не, если таких каналов будет много. Не, не, каналов таких немного тут. Лес довольно. Ровные дорожки укатанные. Бородач пытается от нас улизнуть. Не мог не очень быстроходный. На обкатке. Так, у него. Уже близко. Блин, у него клевец такой капец. Я, наверное, не могу проехать. Да, клевец жесткий. Ну что, у нас тоже нормально. Вот то, что я говорил про дельфинчики. Кто-то цеплял. Кто-то цеплял, да? Ну да, кто-то цеплял. Мы не достаем. Мы не цепляем. Да, с погодой как повезло. Вообще потеплело. Солнце. Просто сказка. Пытается оторваться, бородач, мне кажется. Я тоже так думал. Это пытается. Пытается оторваться. Но мы почти на раллейной машине. Так, зацеп четкий, да? Вообще, да. Да? Не буксует вообще-то? Вообще, да. Отлично. Красивый. Тут лес. Вот это то, что оно вибрация, конечно. А, вибрацию, да, дает. Да, вибрация есть. Надо ближе шашки, да, наверное, делать? Или сразу? Конечно, тогда мылиться будет, если ближе шашки делать. Может, не такие большие просто делать. Да, не очень много участников. Сложная обстановка сказывается. Смотри. Давай влево, влево, влево. На третий. Завелись. Объезд накатанный. Где породач? Исчез. Ну, он впереди. Улетел. Есть? Есть, да. Пытается скрыться опять? Устается, да. Отрывается. Пошел на хитрость уже. Сложнее дороги выбирает? Наоборот, по легким дорожкам уходит. А, уходит по легким? Да. Вот мы идем по его следу. Он же там мог ехать. А-а-а. Он еще по легким дорожкам. И газу обваливает, блин. На обкатке. Надо ему позвонить, сказать, что он на обкатке, чтобы берег машину. Ох, мы тут как-то за белым волком летали. Тоже такая жесть. Это года три назад, наверное. Или два. Ну, было весело тут по этим местам. Так. Чуть приблизились мы. Что это? Колесом. Колесом чиркает. А, колесом достает, да? Да. Где-то достает. Там по точке. На точку едет какую-то ТР-3, наверное. Такой же ситуацией, как и мы на Унемоге. Ни за кем не зацепишься. Если я на Гранде, когда понял, ездил. Ну да. То я мог за кем-то прицепиться и за ним лететь. То было временами непросто, но мотор позволял. Ну ничего, я вам скоро, может, Жужика на Ниву поменяю. Только продам. Он сейчас на продаже стоит. Этот? Да. Я понял. Ну да. Жужика добавлю денег взять. Ну не знаю, что за эти деньги там в районе 20 тысяч. Либо какую-то Ниву, либо какой-то Улазик. Улазик будет усталший. Я так понимаю. Ну да. Нива тоже за 20 тысяч тоже не особо. Нива тоже будет ПУ. Все равно можно что-то делать. Есть одна там сейчас в продаже интересная такая. Но без раздатки, без передка. Но живая по кузову. Более-менее живая. За 15 тысяч вообще она. Не дорого. Не дорого. Можно взять, еще там немножко денег втянуть. Еще десятку втянуть. Но будет поинтереснее ехать, чем Жужик, наверное. Ну да. Да не, проедем. Ширине у нас запас большой. По сравнению с ним. Так. Походу дальше дороги нет. Точка, наверное, где-то здесь. Они что, участвуют? Так, а что ты в ТР-3 не поехал? Ну что, какая-то афигня. Что ты в ТР-3 не поехал? На Робкатке идет. Так, а что для унимога ТР-3 это детский лепет? Красота в лесу. Пошли на поиски точки. Да, белый запорожец в белом лесу. Класс. Блин, за технологии, слышь, пищит уже. Чем ближе к точке, тем чаще пикает, наверное. Вчера фильм смотрел, как чувак на самолете. Федекс, это компания почтовая, ну мировая. И падают они в океан, короче. Он с плотом на остров его выбрасывает. Он один выжил. И почти пять лет он на этом острове построил плот. И еле-еле... А, прибило какой-то... Ты как жил на острове? Да, один. И потом построил плот и прибил? Построил плот. Не, прибило... Он не мог, значит, риф. И волна накатывает. И с острова он на плоту пытался один раз. Пробил там ногу. А его прибивает. И прибило кусок... Какой-то облицовки, то ли самолета, то ли чего там. И он из нее парус как бы сделал. И дождался пока ветер. Построил плот. И дождался пока ветер будет... И ветром выплыл, да. И ветром на веслах. Плюс ветер. И он ушел. Просто жестяк. Это прям как кино. Ну, это как, типа, наверное, на реальных событиях. Потому что компания реальная. 95-й год. Изгой фильм называется. Ну, они так долго там пищать будут. Это TR-3. А где участники? Людей сходило на эту точку, блин. Что человеку. Так TR-3 надо же брать на машине. Ну, как бы да, но. Мы в лайт-режиме. Тренируйся, лошара. Поехали на TR-3 куда-то пожестче. Глядь, чтобы пожестче было? Пожестче. Какой мемчик про меня. Ретродился. У Олега спрашивают. Это лицо покажи себе. Олег, говорю, это самое. Допустим, ты когда на покатуху едешь, ты что говоришь дома? Он говорит, на покатуху еду. Говорю, а гадай, что говорит Руслан? Что? Поесть? За контентом пошел. За контентом. У тебя вот эта штука, она как прицел. Если, в принципе, прицелиться, то вы выстрелились. Поехали. Да, я хочу. Видел технологии? Ну, знает до какого уровня спускать. Так, продолжаем поиск кого-нибудь. Как-то местами, да, смотри, как тут снега побольше. Красиво. Надо бы отсюда приедать. Вон от того поворота мы приедем. Ага. Сейчас, может, кого-то встретим. Да, недостаток GPS-ориентирования, конечно. Не для зрителей. Даже за участником поездить надо в хорошо готовую скоростную машину. И то можешь не успеть. Опять пытаются оторваться. Да, все знакомые места. Так они участвуют или не участвуют? Не-не, не участвуют. Так, тренируются. Так, колесики я не зря поставил. Да? Ну, на тех, конечно, мне было бы сложновато здесь. Обычные колесико. Я думал, стравиться, но потом вспомнил, что у меня же это без камерка там на камерных дисках. Это стравиться, и она спускать будет. Да, будет спускать по диску, может вообще разрубиться. То есть стравиться опасно, если бы камера там стояла. Тоже, раньше эти камеры мне не нужны были. Блин, выбрасывал. Сейчас теперь куча камер надо. Здесь вот все колеса на камерах. Плюс еще там какие-то запасные колеса. В общем, 8 камер надо. И теперь набраться 13-й ключом. Ну да, сейчас уже не так много 13-й. Бородач хоть нас поснимает. Участников нет. Мы его, он нас. Да, взаимовыручил. Такие следы. Роет, роет нормально. Красиво, да. Так, тут кто-то был на Гудридже обычном. Может, кстати. Шины до сих пор спускают. Да, похоже, организаторы. Никого пока тут не было из участников. А что это пищит, бородач? Чтобы он не потерялся, или что? Блин, обозвал уже Олега собакой. Ну, совсем ты. Пошел. Что-то курнули, мне кажется, в том унемоге. Они и точки берут теперь. Так это позапрошлогодняя точка. Сейчас, говорите, 10 метров. Все равно упрошено. Так, точки пока туристические. Сейчас к озеру поедем. Там что-то есть посерьезней. Два с половиной километра. Надо же так, чтобы на повседнев, если уазик, то на повседнев, я думаю, не пойдет уазик на повседнев. Да, Нива, по универсальности. Да. Да, местами так снега намного больше. Так, а вот и Миша на Рубиконе. Ушел. Ушел дальше. Ушел, Миша. Ушел в сторону. Он, наверное, в туризме. Хотя номер я не видел у него. Ну, за ним ездить мы можем его не догнать, не пытаться. Это точно. Потеряемся. Там три стака был. Он пошел коротким путем, а мы длинным. Он, да. Бородачность не туда завел. Опа. Едем. Так, она нормально, карбюратор работает, намного легче, да? Да. Когда она едет, то она едет. Ёханы бабай. Максимально по лесу. Блин, шестяк. Стал немогом на М-ке. Вот тут были в прошлые годы, я помню. Точки. Хорошее место. Кто-то уже был здесь, видите, есть следы. Что, взял точку? 20-20 метров. Как-то просто. Слушай, мы могли спокойно на Запаре в ТР-3 участвовать, я смотрю. Вот это ТР-3? Ну да. Можно было. Да, на Западе можно было. Можно было. Ну нет, уже идти. В любом классе могли. 312-я. Блин, какой у тебя навигатор заряженный? Да какой-то телефон. А, это телефон? Ну. Заряженный. Да. В алюминии. Хороший. Оригинал. Что за бренд? Не видно. Вот написано. Блин, непонятно. Не видел никогда. Я его еле отаринал. Давай, может, покушаем? Может, кто-то приедет пока. Ты брал еду какую-то? Для тебя нет. А для себя? Ты же не у нас в экипаже. Остановись, Олег. Или нахер ты там нужен? Остановись. Не, ну как-то залезь на березу. Сколько? У меня 20 метров не бьет. Хорошо. Ты. 312-я. Ты потерялся в лесу, пишут. Бородач хочет на руках отнести Запорожец. Тут ручка специальная. Это за арку убери. Мазай, поднесли. Почему у Запорожца сзади два глушителя? Чтобы когда он сломается, как тачку взял и пошел. Бежи, это гелик участник. Отходите. Убирай Запорожец. Беру вам. Запорожец на парковке. Переедет, даже не остановит. А не, это не участник. Так это в туризме. Видит пень? Пень видит? Точно видит пень? Пень, пень видит? Номер не фортал. Аккуратно на пень. Я говорю, он точно видит пень? Что-то быстро едет. Мы хотели Запорожец ударить от пень. Так, все завелись, хотели уехать. Но Влад изменил планы этих джиперов. Сейчас едем на точку ТР-3 Запорожца. Не, ну... Должен быть контент четкий, правильно. Что это за? Не знаю. Бородач уже с крестиком. Скажи! Скажи, да взять, я чтобы не брал, не ел. Так, ну тут, в принципе, не сложно. Все. Маршрут доступный, снега нет. Накатанная дорога просто. Посмотрите, он пошел, посмотрел, куда ехать. И просто идет легко и уверенно. Нес оживление в нашу сегодняшнюю программу. Но шины позволяют. Машина тоже. Так, тут ключевое место. Небольшое тут. Ёлки-палки. Да вообще, просто. Вот это ТР-3. Просто... Просто... Становись, мы тебя фиксируем. Не, садишься на капот так красиво, вальяжно. Смотри, 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 вообще на легке. На краски не хватило чуть-чуть. Это много. Вот так, отлично, отлично. Подожди, сейчас фоточку сбрасываю тоже в тихоходность. Подожди, это 212-е. Лошара ты, Олег. Вот ты лох. Ну ты лошара. Ёлки-палки. Олег, блин. Олег, блин. Ну не, ну 212-е тоже нормально. Это мы конкурируем с белым волком. Сейчас надо это самое, перевзять ее. Так, это же ТР-3 или что? Это ТР-2, блин. ТР-2. Хорошо хоть ты взял, а то и мы не взяли, получается, на внимание. Так, сейчас переделаем, Олег, срочно. Давай ищем, переезжаем на 312-е. Я думал, что ты тут поковыряешься, а нет. Типа вот здесь вот. Да, вот это внедорожник. Так засягешь скорее всего. Я думаю, нет. Что там, речка? Ты видел, как аппарат идет? Аппарат идет на листе. Блин, а как теперь мне ищи точку? Ищи точку. Сейчас ее восстановить надо сначала. А, ты удалил уже? Ты зря начал тут разворачиваться. Тут очень узко, ты сейчас видишь. Хорош, хорош, хорош. Нам надо контент полюбарки. Можно еще чуть-чуть. Говорит, нам надо контент. Там ямка. А он проходит. Ты видел, что исполняет? Нам уже надо свой личный клуб создавать. Да? Ну а что? Горбун. Только что там ехали эти? Клуб как он назывался? Эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ пошел ты далеко уехал сейчас же на ты на tr3 поехали перри взять надо где-то 312 есть нашел тут сложнее ну принципе ничего нет невозможного мне кажется или опасно тут чуть сложнее но ненамного можно объехать почти бьется до такой какой-то пейзаж вроде кто-то на вертолете низко летал дать его нарубил веток тебя косили до точку взяли не tr3 на 3 ненамного сложнее чуть-чуть сложнее при желании берется спокойно и и и и и и Продолжение следует...